Всем привет, дорогие друзья и мои подписчики! С вами я, Дайт. И мы продолжаем проходить хоррор под названием Omnation and MachinfoPix. И, если честно, я хочу вам сообщить, что вот когда я перехожу из одной локации в другую, когда я еще подхожу к двери и на ней не рука, а такая тоже дверь, то у меня заставка не записывает ее бандикам. Короче, перед каждым переходом в другую локацию я буду паузовать видео, поэтому видео будет состоять в нескольких частях. Но вы не расстраивайтесь, в заставках все равно нет ничего интересного, кроме рисунков и надписей, которые ничем не информируют. Так что сами будете играть, если, конечно, будете играть, сами все увидите. Ну ладно, мы продолжаем. Фонарь у нас, слава богу, остался, но, как вы помните, мы упали вот отсюда, потому что сверху упала труба. Наверху видны деревья, это какая-то дверь, но давайте все-таки осмотримся. Я так понимаю, что здесь так-то мы ничего особенного не найдем? Ну так, по счету. Ничего интересного. Хотя, может быть, конечно, и что-то и найдем. А, ну вот, записочка. 3 июня 1899 года. Теперь я понимаю, что моя болезнь грязи идет от болезни, которую я подхватил в затеянных в джунглях храмах. Их чистота, отсутствие мерзких следов человека в печи, впечатлись в мою душу, оставили меня беззащитным перед тем, что я вижу здесь. Страх, вот что удерживает нас на месте, и величайший из всех страх плоти, ее тлена. Я болен, моему телу конец, но я построю машины, которые удержат чуму и исцелят нас всех. Грядет новый век. Аманду справ, ведь 20-й век это будет век, который всем запомнится. А я не знаю, что лучше запомнится, 21-й или 20-й. Ну ладно, открываем дверь. Давай, слегка, это здесь. Опять. Как помните, мы идем за своими детьми, ну, за детьми главного персонажа, протагониста. Мы пытаемся их найти, или просто идем за ними. Так, снова он отвергнет ее. М-да. Просто ненавижу Таких вот людей Ну как похоже Человека по ту сторону Телефонной трубки Просто наговорит И как будто манипулирует нами И действительно Мы делаем все по его указаниям Ну вернее Нас игра к этому приводит Ой Что у меня знакомо это место По-моему похоже было вам Нейжи The Dark Descent Давайте присядем На всякий пожарный Йо-йо Надеюсь что никого здесь нет Надеюсь Хотя ребят Конечно же здесь кто-то есть Просто мы его пока не увидели Ой Кто выкатывает бочки Откуда выкатываются бочки Сверху идет какой-то звон Ой да еще такое Опять похоже на машину Да е-мое Какая-то механическая амнезия Ааа Ну-ка мы что-то записали Ой Фу ты Ловушки Что за шутки Голос в телефоне кажется таким знакомым Мой собеседник похоже хорошо знает меня Неужто я стал пешкой в его гнусных планах Но есть ли у меня выбор Хотя его цели мне неизвестны Я должен найти своих детей Ради Эдвина и Еноха Я готов идти вслед за машинами Хоть до самого центра земли Универсант Упал здесь Любопытно Ворота слишком тяжелые Чтобы их мог поднять один человек И вместо этого поднимаются наверх цепью Которые наматываются на трубу Которую кажется вращают двигатели Присоединенные к этим электрическим выключателям Но со сгоревшим предохранителем Нельзя запустить двигатель Ворота остается непреодолимым Препятствием на пути к прогрессу Ага Значит им нужно заменить предохранитель Давайте вытаскиваем этот сгоревший И бросаем его Как ни странно вниз Я хотел бросить куда-нибудь далеко-далеко Вот похоже на предохранитель А что у нас здесь дальше? Надеюсь, что здесь никого нет И не будет Ну вот тут походу она и есть Но пока не надо крутить Пока же это еще ничего не запущено Каучи, давайте Вот эту Это походу новый предохранитель А постойте Там есть еще один Может быть Тот предохранитель нам пригодится в чем-то другом Так Теперь бежим поворачивать Тот А куда мы его поворачивать-то должны? А, ну похоже А в обратную сторону И что? А-а-а Там лестница опустилась Ну ладно По лестнице Беремся наверх Тут-ту-ту-ту-ту-ту А эта дверь Надеюсь, за ним не будет монстра Ух ты, она заперта Там засов, кажется Кажется, там засов Но я не могу его поддеть Хотя, по идее, мог бы Так Сломанный поддыхание Так Будет здесь валяться Пожалуй, пойдем дальше Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй Кстати, ребят Лучше когда Когда что-то падает Лучше выключать свет А то еще Ммм, да Конечно Машина не может быть душой Это как-то Так-то по-сумасшедшему Ммм Туда мы, похоже, не проникнем Да и здесь Можно, конечно, запрыгнуть Но мне кажется, что мы здесь ничего не увидим Поэтому давайте просто пойдем по лестнице Эй Давай, забирайся Так Ммм И что теперь? Так Здесь нам, похоже, не выйти Хотя Что случилось? Ладно Допустим, что здесь никого нет Так Предоконитель у нас в нормальном состоянии Активируем И что теперь? Вы не говорите, что мне что-то сломалось Так Там вроде бы ничего не Там вроде бы ничего не поменялось Ага, вот Дверь стала открыта Блин, все-таки здесь кто-то есть Ай-й-й Черт Извините, ребят Конечно, за то, что так пугаюсь Но действительно Здесь Такая ситуация Что остается только материться Так я не матерюсь Приходится Вот таким вот Низеньким голоском Пугаться Фугасник Так И что у нас здесь? Заперто Слушайте, действительно Огромная машина Просто Это чудо Я не знаю Какой Высокой технологии Ой Ё Да что, ё-моё Здесь так гремит Ой Лучше выключить фонарь Бежим Так Ещё раз записать Ещё одна диверсия с электричеством Ещё один перегоревший блок Придохранили Наш диверсант Начинает повторяться Но зловоние От этих бочек Достов Увляет Некоторые неудобства Я, конечно, надеялся Что какая бы химия Неханиза В этих сооружениях Это не имеет отношения К наводнению Которое угрожает Моим детям Так Короче, бросаем Это вниз Бежим Подняли фонарь Всё, нафиг захлопнуть её Всё И что 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 здесь Ага Записочка 19 августа 1899 года Фон Рейхенбах Пишет Об Адической силе А Блаватская Эта невешанная шарлатанка Вещала о душе И тот И другая Кретины Как можно думать Что человек Может мечтать О высотах Не продравшись Сперва Через рвоту Кишки Не взобравшись На возвышение Из костей Монтесума Был мудрее Но здесь В наших храмах Стали Я видел Как погруженная В раствор Бреннебурга Бреннебурга? Бреннебургский замок Отсую, как камней Жизотар Десент Оторванная голову Мужчины Может, это Агриппа? Нет Задавлен 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 Задавленного Поезда Открыла глаза И воскликнула Ах, где же мои ноги, сэр? Где же мое тело? Мы пробиваемся Через преграды Самой смерти О, дрожайшая Лилита Мертва И тебе не помочь Но я обещаю Я спасу наших детей От смерти Если нужно Вырву их Из темноты С помощью этого Замечательного раствора Какого раствора? Нет никакого раствора А, вот из осов Получается Ой Черт, ребята Быстрее Берем Бежим наверх Так, подождите Прочитаем записочку Похоже Этот химический завод Является частью Большого комплекса Тогда будет не так Просто найти дорогу Я буду следовать За своими галлюцинациями И зловом моих детей Куда бы они меня не привели Куда теперь? Ага Ой Я там видел А, это опять дети Да уж, я знаю Что вы знаете Дорогу О, черт Обломчик Ребята Походу Придется спускаться Вниз Нет Нет Так, ну тогда не проникнуть Или проникнуть Так, эту дверь Ух ты А мне кажется, что Здесь же была вроде бы Дверь Открыта Я же ее когда-то открывал Здесь еще и все Опрушилось О, здесь наоборот Закрылась Я знаю, ребята Здесь кто-то бродит Здесь что-то нечистое А это что такое? Лонпл пока откроем Так, а что теперь делать? Понятно Мы сами себя забираем Какого всех люблю Хей И это никуда не крутится Он Что же теперь? Ага Наконец-то Человек Птица Так, следующий проход Опускаем Фуф С той стороны Наш божий Чего Преследовать Не будет Кстати, картина здесь Те же самые Похоже, что Заработчиком просто Было не до этого Так, ну-ка Второй вентиль Не двигается Ни в одну сторону Похоже, что Закрыть нельзя А это Открыть нельзя Так, сначала Смотримся здесь Давайте просто Хотя бы Я не знаю Бросим стул сюда Баран Ничего нет Ничего нет Ничего нет Да Жалко, конечно же Ой Так, ребят Неожиданно Для Даже самого Меня Я очутился По ту сторону Двери Теперь Мы В какой-то Новой Локации Ой Черт Опять Дети пробежали Ё-моё Что случилось Почему музыка такая Тревожная Не понял Они вроде бы Убежали сюда Но Они убежали В никуда Нет Ё-моё Музыка В хоррор Играх Это всегда Так Ё-моё А это Ещё Чё Значит Челюсти 22 августа 1899 года В Америке Хотят строить Города Высотой до небес Глупая затея Но может быть Всему виной То, что у их страны Нет своей истории Наша же история Лежит буквально Под ногами И мы втаптываем В землю Всё новые Её слои Об этом же Говорили Нанятые инженеры Они рассказывали О старых тоннелях Под столицей На которые Они натыкались Копая пути Для подземных поездов Для метро похода Что за дворцы Сокрыты под нашими ногами Мы роем 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 Находя то одно То другое Мой архитектор Говорит Что в центре планеты Есть громадные шары Железа Это яйцо Нашего мира Тогда ещё не знали Что ядро Огненное Железное Потому что Железное Так Перепыскиваем Этот стол Ничего Ничего А нет Постойте 1 мая 1899 года Что если бы они могли стоять прямо и ходить как люди Что если бы мы приучили этих животных Стали бы они слагать песни Искать бога Я их видел и прямо заявляю Нет Не стали бы Но они с радостью приняли бог Которую навязали И стали ему молиться Тогда я понял Что они ничем не отличаются от масс От толпы Они такие же как мы Бесповоротно пройдя этот мыслительный рубеж Я понимаю Что мы Тоже закованы в цепи И должны облезти свободу Чтобы освободить человека Мы режем его Чтобы пересечь Великий предел эволюции Его необходимо сначала провести по земле Логично Логично Рубашка Какой он наизи Подыдущий Ничего нет Переходим К следующей двери Вадим что такое Понятно Ванны Унитазик Унитаз про Ух ты Это еще что такое Так У-у-у Да мы на улице Похоже Какая-то фабрика Хотя вроде бы Были в особняке Похоже Перешли 11 октября 1899 года Используя малые дозы Производная Мы внедряем в питание новейшие познания в химии, чтобы подчинить продукт еще до начала процедуры. Когда мы тащим их из загона на конвейер, они меньше паникуют, снижая риск повредить оборудование других или себя. Этот участок ленты покрыт резиной и хорошо освещен, чтобы подбадривать продукт. Мы также обнаружили, что разумная расстановка граммофонов или простых усилителей звука вдоль конвейера позволяет еще больше успокоить продукт. Для этих целей особенно хорош ДБЮСИ. Музыкант был. Внимание! Насосы используют летучие химические вещества в качестве топлива. Обращение с едкими средствами только в защитной одежде. Хм. Только. Нифига себе. Заперто. Свинья! Мона свинью! Машина для свиней. Что-то типа мяса перерабатывающего завода. Кажется, я уже потихоньку начинаю понимать, что это все значит. Так, не повернуть. Хм. Такое ощущение, что здесь что-то должно быть. Типа насос. Так. Ну-ка, ну-ка. Сейчас мы... Так, сообразим. Так, это то же самое. Так, а здесь ничего нет, то куда же нам идти? Куда идти? Что делать? Заперто. Так, а там? А что у нас там? А-а-а. Записочка. 28 сентября 1899 года. Представьте, говорят они, машину, которая однажды будет мыслить как человек. Как будто это необходимо. Можно едва ли не хвастаться созданием человека, который плодится словно свинья. Мужчины и женщины на четвереньках, одержимые бездумной страстью, извергают на улице свои соки. По переулкам и каналам ручьями льются отходы их сношений. Воздух полнится страстными паскуливаниями, тела залиты собственными выделениями. Мы создали мир, где человек настолько пал, что готов пролить семя даже на прохожих. И все же это то состояние, к которому стремился Бэббидж. Нет, это не та машина, что мы ищем. Подобная сущность должна быть самым меньшим божеством, и мы бы простерлись ниц и славили бы его. Мы ваяем богов не для того, чтобы они припирались и придавались к разврату. Они будут существовать, чтобы очистить мир и освободить нас. Я отвергаю Бэббиджа, как я отвергаю облеченных властью. Пусть свиньи спариваются по каналам, пока... Гуд. Скоро мы подберем их и облегчим им восхождение. Да. Философия, ох философия. Так, а это, я так понимаю, нам надо выйти отсюда. Так, а вот там как раз, кем мы и проходили. И теперь мы идем в темалиту, если честно, я очень боюсь. Но я думаю, что никто не выпишет. Церковь. Ух ты, опять грузовик. Да. Что же теперь? Записочка. График доставок. Как, спрашивается, нам уложиться в график, если даже простейший из нашего оборудования делает того, что должно. Эти проклятые новомодные грузовики не проезжают на своем бензине и доли пути, что могла упокрыть моя старая кляча. Бригадир говорит, что все в порядке, что за стенами завода полно заправок. Но в конечном итоге приходится на горбу тащить клятый бензобак от грузовика до заправки. А тот, что в кладовой, опять пуст. Я что, должен целый день крутить ручку, чтобы потом обнаружить, что бак пуст? Ты катись и ног к чертям, хватит на сегодня работы, пора спать. Все равно никому не нужно на это проклятое кладбище гарь, если что мы встретимся с тобой за кружкой в Демсен Темплер. Да. Грузовичок-то грузовичок. Церковь. Церковь святого. Я не слышу, как дверь открывается. Церковь святого Донстена. А это еще что такое? Мандуско. Мясоперерабатывающий завод, основан в 1828 году. Ага, похоже, что мы владельцы вот этой всей фабрики. Этого всего завода. Слушайте, а это еще что? А это еще что такое? У того грузовика горят фары. У этого нет. Завод. Понятно. Так, это что такое? Не двигается. А это что? Тьфу ты, мы уже записали столько же, и сейчас придется все читать. Офисы завода. Все намеки на многочисленную рабочую силу, но никаких признаков жизни. Похоже, кто-то старательно создавал иллюзию работающего завода, но этот фасад при близком рассмотрении становится очевидно, что это фальсификация. Но я должен отложить свое беспокойство, подавить тревогу, скручивающую мой желудок, и продолжить свой путь. Насосная станция. А это, кажется, какая-то заправочная станция. Я видел автомобили на заводах мистера Ярхома и мистера Саймона, но здесь очень странный запах. Это не бензин, в этом я уверен. Здесь все свидетельствует о том, что эта машина каким-то образом очень важна. Духовенство. Церковь соединяется с заводом, как странно. Но это намекает на другой путь в главную часть комплекса, учитывая запертые двери вокруг заправочной станции. При этом грузовик пригождает мне дорогу, как будто диверсант знал, что я могу подумать об этом запасном входе. Странный контейнер. Кажется, эта канистра подойдет к тому бензонасосу, который я видел раньше. Тот же ужасный запах. Я не стану думать об увиденном и не стану пристанно рассматриваться в тот темный машинный зал. Вырисовывается более важная задача и возможность добраться до святого Данстена. А, ну это и так понятно. Так, похоже, что нам нужно его отнести еще к тому насосу. Потом вставить в грузовик, завести его. И... и все. И мы отодвинем грузовик. И все будет хорошо. Вой, 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 вай, вай. Все будет хорошо. Вой, 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 вay. да я так и знал наливаем наливаем туда бензин ешь ой что мы записали что делать дорогой милый бог всех блаженных и смиренных я должен прожить себе путь к спасению свалить этот контейнер с его вонючим задержим и покинуть это место до того как сюда вернется этот почти человек я отправлюсь церковь ведь эта мерзость уже точно не сможет вступить на священную землю как мы это возьмем блин нифига не видно за этим контейнером бежим 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 что нам с ним делать так ахаха похоже заводим все 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 в в в в в в в в все погребено в к как будто их боги я даже не знаю что к чему вроде бы отодвинули газовик но желательно нужно было бы его вернуть все таки на место но похоже что мы этого не сможем просто не суждено я не понял куда мы идем куда мы должны идти так ребята увидимся по ту сторону двери так ребят мы продолжаем и мы вошли похоже в церковь святого данстена и мы теперь тут ходим то вот куда мы идем и зачем и почему и что нам здесь очень надо почему здесь все такое лилипутское дверь я не знаю что много то локации для исследования так что давайте пойдем сначала сюда здесь похоже они меньше всех какой-то герб будильник кувшин огромный 23 ноября 1899 года две свечи покорившиеся волей центрального святого отбрасывают свет в углы часовни я думал что могу доверить тайну отцу ими еремии но он отказался но он оказался таким как все а потому старый священник отправился в загон со своей постой он сказал что вступит в наш мир вместе с ними настоящий пост сам себя принес библия походу сейчас тут во всех ящиках будет библия нет какие то рукописи так теперь идем сюда фрукты орлиного кактуса надеюсь здесь никого нет тут достаточно обширное пространство может быть они сюда монстры запихнули кто играет? кто играет? да уж и что? а сюда надо ставить еще один рычаг походу я помню как мы сидели здесь одетые в черное мы оплакивали и молились склонив головы как же я тогда ненавидел бога как я отвергал его если это наш бог это свинья которая отнимает у меня жену то я отказываюсь принять его объятия я вырежу нового бога для нас всех какое сумасшествие я был таким дураком если бы весь этот богохульный бред оставался внутри меня я был бы обречен но даже здесь я чувствую пульсацию машины подо мной и я знаю что мой путь ждет меня шифрованный ключ какой то механизм секретный и адский несомненно отсутствующий подпечник является ответом но зачем это понять невозможно зачем прятать секретные машины в храме где прихожане и почему эти следы тянутся к алтарю как будто кого то туда утащили да ё-моё хватит играть а действительно подсвечника то здесь нет нифига себе а что это такое то это какая то машина но похоже что мы ее не запустим и потому что она не запускается потому что у нас нет подсвечника так что давайте ребят попробуем осмотреть ух то здесь еще дверка есть что то они заперты осмотреть весь зал в поисках подсвечника хотя я не думаю что он будет на какой то из что плюшевый медведь библия дверки так эта дверь вроде бы заперта нет ой чфу ты а ух ты а вот и фонорграф что то я его пропустил а это еще такое а это еще такое что то есть а а это а а а с наружу что то происходит а так вот отсутствующий подсвечник сначала записочка дневник отца и еремии 1 октября 1899 года они они стекаются сюда где когда-то я ходил среди них неся спасение сейчас живлеком и теплом среди зимы пищей что раздает мандус они заполонили мою церковь и уберегли меня от разорения он идет мимо них и два не боготворят он не дает им работать на своих заводах утверждая что его рабочих специально учат обращаться с новыми машинами что рисковать жизнями что рисковать жизнями неподготовленных прихожан было бы безответственно и неэтично путешествие в мексику изменил его достойно восхваление то что перед лицом ужасной трагедии зачастую прикованный к постели он находил находит силы на величайшую благотворительность во всем лондоне невзирая лондоне похоже что событие происходит в лондоне невзирая на то что он стал основным поставщиком пищи в округе он раздает плоды трудов своих беднякам а они в ответ становятся его верноподданными так ну и здесь вроде бы ничего нет так что хватаем подсвечник и вяжем к алтарю просто если не следовали еще какой-то проход активно ize просто 강 too на не активируем пока не активируем к нему вернемся чуть позже сейчас надо быстренько добежать до того другого прохода а если это конечно мог бы быть один тот же проход возможно я просто ошибся а ну да я так и знал вон там вот вход этот проход просто сюда наверх так что бежим туда но имеется ввиду в зал такая сечешь чтобы было место где спрятаться и активируем чуть-чуть все библии а свиньи что здесь вообще делать на кресте так и что теперь ухты ой так учетом и записали адская машина двигатель работает огонь горит я слышу пар внутри вибрации воздуха мое сердце колотится в предвкушении того что одно движение рычага придет действует адское изобретение но мои дети зовут меня и я не могу их бросить что что случилось то портал в ад похоже у меня нет выбора и так я запускаюсь и дохранит господь мою душу если это мой бедлам и мне выпала роль мэтьюса то я одену эту мантию ради моих детей я встречу с любым кроющимся под алтарем ужасом куда спускаться что же теперь куда спускаться под алтарь так ну вроде бы мы повернули рычаг ухты ухты немного страшно сюда входить бой а 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 Клетки. Клетки. Что за бля... Что за фигня? Не, ребят, вот... Вот сейчас нереально страшно. Мне по-настоящему страшно. Последняя мысль. Что творится? Эксгумация, гниль, сшивание органов. Не думаю, что меня когда-либо найдут. Но все же оставляю тебе эти строки, нацарапанные в зловонной полутьме под шарканье моего мучителя. Другие заключенные почитают ускулят полумрак, и я жду, когда стук в моей клетке возвести, что пришла моя очередь зайти внутрь. Внутрь алтаря, я так понимаю? Что меня здесь напугало так, а? Ладно, будем энтузиастами. Не будем ничего бояться. Потому что бояться-то нечего. Сундуки, которые нельзя открыть. Какая-то одежда. Похоже, здесь куда-то... Кто клеткой стучит, а? Хм. Ну ладно. Ладно, спускаемся вниз. Так. Слушайте, на этот раз я точно кого-то видел. Так. Ну ладно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...